Мы продолжаем наши уроки Танья из самого начала. Мы дошли к 12 главе, 86 страница на русскоязычный перевод. Первое слово, самое главное слово в последней всех предыдущих уроках начинается в Эгабейнони. И средней. Поскольку наша книга называется книга для средних, для бейноним, цифр шел бейноним, поэтому из этого мы понимаем, что все, что было написано до сих пор, это должно было все довести к этому слову. Вегабейнони. И этого среднего. То есть мы пришли к самой важной части всех 12, до сих пор обучили нами 12, 11 главе. Вот 12 главе начинается вот цель книга. Какой цель? Понять, кто такой Эгабейнони. Праведник мы познакомились в 10 главе. Не совершает грехов, это не праведник. Мы уже учили об этом. Сейчас, 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 сейчас мы дойдем. То есть мы говорим сейчас о главной, вот, персонажа в нашей книге. Про бейнони мы начнем проложить фундамент в 12 главе и будем продолжать описание в 13, 14, 15, 16 главе. Почему это главный? Потому что это максимум, который обычный человек, то есть мы, можем достичь. Для того, чтобы быть праведник, надо быть или рожден, или получить особое дарение от Всевышнему, который вытаскивает человек из состояния обычный человек, к необычному, праведник, совершенно другой человек. А бейнони каждый может и каждый должен. И тут вопрос, и можно сказать, главное слово, должен. Должен, и поэтому и может. Почему мы говорим, что он должен? Потому что цель бейнони не согрешить, и випонет в заповеди. Поэтому каждый должен. Мы должны не согрешить. И мы должны выполнять в заповеди. Отсюда и понятно, что может. Потому что есть общий закон, который ввели мудрецов. Всевышний не просит от человека того, что он не способен. Тяжности наши испытания на уровень нашей способности. Не был способен, не испытывали. Я забыл, как зовут этого врача. Он был очень известный врач в Иерусалиме. Очень известный врач в Иерусалиме. Он был очень, можно сказать, ближе к праведнику. Он был абсолютно необычный человек. И когда позже Лубавичевский ребя, ребя Раяц, посетил Израэла, это было до создания государства. То он проехал практически весь самые святые места в Иерусалиме. Много общин, много людей. И ребя общался с людьми. Это было такое большое, можно сказать, событие в Иерусалиме в то время. И когда ребя уехал с Израэла обратно в Польшу, это было до Холокоста, до Второй Вировой, то с ним на корабль сел этого врача. Когда они уплили в море, они получили известие о сумасшедшем, ненормальном, неадекватном вообще погроме, который вели арабы, живущие в Хеврон, против одной из самых исторических и старой и великая община евреев с веков векон, в Хеврон, прямо из многосотной общины превратились в 2-3 узники, особенно дети. Прям казнили, не просто забыли камнями, спалились голову, когда вывешивали людей с ноги вверх. Там были такие... Причем этого погрома не совершили приезжие, как много места в Украину и было. Какие-то казаки приехали, какие-то провокаторы пришли. Нет, местные. Не просто местные. Соседи. Они просто людей казнили, незнакомые. Там был один очень известный врач, который постоянно помогал всем. Прямо в его больнице с больны казнили. Там страшные дела. Это очень известные погромы в 1937 году в Хеврон. Продистайте в гугл, увидите. После страшные дела. Израиль, как страна, как земля, была еврейская всегда. Не было государства, но орган государства не был. Хорошо, ну и что? Поэтому можно казнить, что ли? Не было Палестина. Палестина – это название, которое назвали англичаной. Какой Палестина? ДНР. Палестина кого? Палестина – это было просто название, которое назвали англичаной для удобства. Нет такой Палестины. Это выдумка. Ее нет. Нет такой страны, Палестина. Такой ее нет. Но они однако живут рядом, да? давай без политика хорошо продолжаем урок короче этого врача когда когда они уплели были в море было известно ужасный погром который арабы и плавили в против евреев и ребя захватилась очень серьезный атаку по почке и этого врача его реально спас спас жизнь когда они уже у когда они уже доехали в польшу этого врача просил разрешение войти крепая на уединение как хосед это делает когда он зашел он просил у ребя прошение как говорилось какое прошение ты же меня спас вот посмотрите выйдем вижу не должны были умереть и нас иначе умерли да значит если бы я не был в корабль и вас спасать было неким вы переболели не переболели значит виноват в том что ты болел что вы болели я то есть говорить ему врач он был действительно очень такой интересный человек когда врача он говорил ну причина болезненная была что я присутствовал если бы не присутствовал не болели потому что другого спасать вас не было никого то есть все вишны не подает ситуация который нельзя решить как надо если нам повелели в дарование тору что надо выполнять 600 365 запрещенные заповеди митвот лотоса и надо выполнять активно 248 активные заповеди митвотаса надо их выполнять то совместно с повеление всевышным мунами сопровождает все все возможности их выполнять то есть должны 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 значит можем и бейнуны это человек который их выполнять и постолька что их выполнять значит значит мы можем праведник он становится из внутри другой человек вот это мы не можем а бейнуны внутри становится он остался такой же человек только что он никогда не грешит и никогда не пропускает ни одного активный заповедь которого нужно выполнять поэтому говорит рэбе каждый может и каждый должен стать бейнуны мы говорили о том что грешный это человек этого можно может пропускать ошибки может может грешить даже если очень редко но может праведник он сам становится святой человек внутри его жизни это божественная душа это невозможно делать так что это просто это получается от священному а бейнуны это обычный человек который воспитан так хорошо что он не грешит и не пропускает заповедь да при этом сейчас мы мы будем в патихон кубаниат ктута куй бейнуни насамам тадила ва бейнуни ктута куй стриядны ху шелеоилом эн хора гойбер кол-как ликбойш эс-а-ир ктану лис-лабейш ба гуф ба-хат-ио ни кгда зла ктута куй зла жевотна едуша я царгала не побеждает настолько вот слово настолько не побеждает своего местное можно сказать управление маленький город то есть свой организм настолько что человек будет согрешить что-то значит не так не настолько он объясняет дэйну значит шлоишо левушей левушей нефеш нефеша беймис то есть три одеянья принадлежавше животная душа шеем махшово дибру майсэ то есть мисль речь и дьествия ше мецеда клипу который ад клипот эн гойбер ал нефеш шоэлэйкис они никогда не переусилывают одеяния божественная душа никогда лис лабеш бакуф бамоях у бапе то есть они не проникают вот одеяния действия которые есть у животной души никогда не проникает куда в телесной жизни или мысль никогда не проникает в мозгу и речь которая у животной душа никогда не проникает в устах в рот и не в бешэр рамах евроим и не в других частей нашей теле лахтиом у латам ухаз в шоле сагришит и загрязнит их не дай бог но что да рак толка шлой шо левушей нефеш о лекис толка три одеяния принадлежавшей божественной душа хэм левадом мислябшим багуф они толка они они принимаются они заходят внутри наши телесные существования то есть шэм махшово дибру майсе это и есть мисль речь и действия шэл тарьяг митцвес афейро которые должны выполнять шэссот тринадцать заповеде и поэтому бэнони он такой человек и поэтому это бэнони не согрешил и не согрешит никогда и ни одной час в его жизни никогда не называли его грешной вся его жизнь есть два частей того что мы учим первый помните девятой главе место фронт где находится фронт войны между животная душа и божественная душа в бэнони где она находится справа и лево это праведник это в сердце где находится у бэнони фронт мы знаем что он не находится где он не находится мы уже знаем он не находится ни в речь ни в месле и ни в действии там он не находится то есть там он не находится то есть никогда никогда ни каких обстоятельств бэнони никогда не пропустит животное деяние, животная душа с мыслой, ее мыслой, или ее речь, или ее действия, ни в каких обстоятельствах в телесной обложке. Помните, мы говорили, что вот есть организм наш, наш организм, он как рукава для душа, для того, что мысл будет думать о чем-нибудь, душа должна думать и пользоваться той устройства, которая создает мыслы в телесной жизни, животная душа не проникает туда, ее не пропускает туда, для того, что рука будет двигаться, должна быть, ну механически рука будет двигаться, кто-то должен давать приказ в нервную систему двигать руку, вот туда не пускают, туда не пускают животная душа, не пускают, ну для того, что говорить, должны дышать, а потом брызгать в воздух через связки, вот этого, вот этого, вот выражения, не пускают туда, просто не пускают туда животная душа, туда пускают только божественная душа, это исключено, то есть связь, физический связь между животной душой к жизни, на телесной жизни у Бейноне исключено, там нет животной души, ее нет, ее там нет. А кто там есть, да, только божественная душа, поэтому мысль, который продолжает думать, будет только божественной. Мысль, когда он будет думать, думать только того, что разрешено. И когда он будет говорить, он будет говорить только или про заповеди, или про Тору, или связано с этим. И действовать он будет только, исключено только пожелание, божественная душа. Туда животная душа, нога нет, ничего нет, никаких возможностей. Она вот в этих частей, она отрубленная возможность, у нее нет возможности. Поэтому второй часть, он никогда не является грешным, никогда не грешил и никогда не будет грешать. Никогда. Есть вопросы? Еще мы не учили, еще не учили, еще не учили, да. Это должна быть крепкая мысль, да, хотя может быть разная. Да. Мы по мысли поговорим, да. Вы сказали, что он никогда не грешил, а перед этим вы сказали, что мы должны и можем. Это главный вопрос, правильно. Это главный вопрос в нашей высказывании. Как бейнунии. Мы же говорили, что праведник, праведник это такая данная. Такая данная. Человек рожден с такой данной, такая душа, которая способна достичь, пробежать так далеко, что он перевращается в праведник. Но мы, когда мы учили об этом, я перевел несколько примеров, образцы, как Риш Локиш, который был убийца. Пират он был. И стал великий праведник. То есть ему можно быть убийца, а потом праведник. А бейнунии не может. Как так? Как такого может быть? Раби Акива. Чудо. Мы не занимаемся тут чудом, мы занимаемся учебой. То есть, Раби Акива, когда он был пастух, что он не согрешил в это время, это невозможно. У него была такая душа, поэтому, как только его пустили куда надо, он пошел учиться, вот она прям пробежала так, что спустя там считанные годы, он стал такой великий, что его его же собственные учители считали другом. Они перевратили с Равином, с его учителей, как Равин друг. Есть такое понимание в Мишну. Друг Равином. То есть, он уже стал с ними на равных в учении Тору. Уважал за обученные годы, но он стал им на равных в учении Тору и в праведности. Теперь мы говорим о Бейнуне, и мы говорим, что он не может грешить ни в прошлом, ни в будущем. Но мы говорим о Бейнуне. А Бейнуне это такой человек, как мой, который так сильно трудился и работал, что достиг уровень Бейнуне. то значит, он был грешник когда-то. То есть, фронт это означает место, где встречаются воевать животная душа. Животная душа с божественной душой. Мы называем это в нашей уроке, такое слово нет, это я придумал. Место фронт, где встречается, вот где начинается борьба, где находится борьба между животной душой и божественной душой. Вот это место я называю фронт. Так я называю, такое название есть где-то. Дальше. То есть, получается, действительно, это вроде бы выглядит диссонанс какой-то, да? Ответ нет. Ребе говорит о состоянии, душевное состояние, этого бенуни сейчас. Его состояние душа, что он никогда не грешил и никогда не грешит. Это настолько исключено у него. Это просто характеристика состояния души этого бенуни. У него настолько исключено вариант пустить со связом с телесной жизнью животная душа на этих трех одеяниях, что у него исключено вариант грешить. Это не вариант. То есть, у него нет вообще такая вариант грешить. Нет варианта. и не никогда не грешил. Это такое выражение. Такое выражение. Его состояние душа настолько исключает возможности животная душа соединиться в смысле речи и действия, как будто сейчас, если бы спросили его, ты грешил? Никогда. Будешь грешить? Никогда. Это не вариант. Это просто не вариант. Не вариант уже. Да, сейчас, на данную секунду у этого бейнуни это просто не вариант. Может он, не дай Бог, скользнуться из этого состояния в положение грешной? Может. Может. Был он когда-то грешный? Наверное. Но в состоянии, душевное состояние этого бейнуни сейчас, это исключено, это не вариант. Вернемся обратно к пошлому уроку. Когда мы говорили в чем разница между такой великий грешный, который раз в квартале раз в год грешит. У него это не исключено. Вот разница между него и бейнуни. У него не исключено. Он постоянно спросит его. Ты можешь грешить еще раз? Я буду вложить максимально усилие. Это не делать, но не могу гарантировать. Не могу. А бейнуни его убеждений в исключении возможности греша настолько велика, что это немыслимо. Просто немыслимо. Это как будто Греба говорит немыслимо быть грешным. Просто немыслимо. Правильно, мы не понимаем как, потому что мы не учили, где находится место встречи между божественной душой и животной душой, то, что мы называем местофронт. Когда мы поймем, поймем, почему он говорит, я, ну, исключено, невозможно. Ах. Здесь мы начинаем описать, где находится проблема. Ах. Магус. Магут. Слово в Святом Язык, которое называется Магут, это такое слово, которое можно разбирать на двух частей. Магу. Что это? Выражение такое, как будто мы говорим по сути, какой он? По сути. То есть Магут, сама животная душа, не только Магут, в Ацмус, и ее по натуре. Нефешо Элейкиз, божественная душа, что это за Магут и Ацмут. По сути, его настоящая божественная душа. Кто это такой? Шен Эсер Пхин Исего, которые являются ее десять атрибутов. Что такое десять атрибутов у божественной души? Сфирот это у Бога. Да? Разум и Медот, чувства вот это и есть душа. Это выражение души. По-настоящему. Вот этих десять атрибутов, которые есть в душе, не они леводон аммелуху аммимшолу в аммимшолу аммимшолу. Я не единственной в челевек. В нутри маленький город в челевек. Я не единственной. Не единственной. Потому если бьет мезуменим, как бьет с филу, как бьет филу, иногда я бьерут вверх. Например, когда чтение жма и во время молитвы. Объясню. У бьенуны не вопрос, сколько времени он занимается учением Тору. Мы же говорили, он не может глушить. Он учитывал беспереривно. Но восприятие внутри человека, внутри бьенуны, она из животной души. Он обычный человек. Поэтому его понимание даже в Тору это через плазму этого мира. Поэтому она не единственная там. Есть еще что-то там. Поэтому он может понять неправильно мы учили об этом в пятой главе. Но я напоминаю вам. Есть очень известный Гаон. Великий там мудрец в Тору. Четыре пять поколений от того назад Торат хасад. Он сказал, он его из книга, Торат хасад. Торас хасад. Он потом он говорил, в Тел Авив, он был хасид, ребе, цемахцелек, и ребе, маэрэш. И каждый раз, когда он приехал в Лубавич, он приехал и дарил ребе его новшества в учении Тору. Что-то, которое он придумал сам. Новая какая-то идея в учении Тору. И поскольку он был реально гениальный, ребе получил это с большим удовольствием. Для него это был большой подарок от него. Вот так он дарил, что ему дарить ребе. Вот это дарил ребе. Однажды он ходил как в бешенство после уединения ребе. И сын ребе, который стал потом ребе, ребе Маараш, увидел его и говорит, что случилось. Говорит, я находился в бешенство. И он рассказал ему, что я зашел к ребе, давать ему мой дар, дарение к нему. И начал высказывать моем учении и новшество, которое я сам придумал в учении Торо. ребе услышал и говорил, что разумно, мудрено, но неправильно. как неправильно. Говорит, твой мысль, он очень логичный, он построенный очень красиво, но это против ясная мишна. Мишна, говорит, против тебя. Мишну это главное, это основа. он очень испугался. Почему он очень испугался? Потому что одно из его самые яркие качества была изумительная память. Его был изумительной память. Гениальной памяти. И настолько, что что читал, то вспоминал до конца помню. фотографический память называется. Что слышал, что видел, что читал, все железно у него в коробках. Особенно, что ребят говорили ему в один из уединений, один из их идаса. Ребят говорили ему, что делает тело после смерти. пока его не похоронили. И он услышал этот вопрос, конечно, не ответил, помолчал, потому что хотел услышать, что ребят говорит. Ребят говорит ему, что если тело во время жизни трудилось в повторении на Иисус Мишну, то после смерти тело без душа продолжает говорить на Иисус Мишну. И поэтому этого раввин он постоянно, постоянно, он понял, что это наставление Уэбе, он постоянно, постоянно, постоянно повторил там шесть книги Мишны безпереривно. И действительно, он умер в Иерусалим, и есть запись Хевракадиша, Хевракадиша это тот, который отвечает на похоронах, что когда умер Тайлас Хесед, то увидели, что его тело шепчет весь время до похоронах. Так было. То есть, когда говорили ему Ребят, что он против Мишну, он очень не спугался. И говорит Ребят, а какой том? Ребят отвечает ему, какой том? Он повторил быстро в голову, говорит, Ребят, а какой трактат? Говорит, какой трактат? Он повторил быстро, говорит, Ребят, о какой главе? Говорит, я не нахожу. И Ребят начал читать на из этого Мишну. И он хватил голову. Ребят говорил ему, что ты удивляешься, ты еще не Ребят. Потом он зашел в еще одна специальная ехидут, потому что он нашел, как он говорил, он нашел грех, который заставил, который он совершил, какой грех у него был, какой-то грех, который он совершил, из-за этого его голова не перевратилась в божественную голова. Это затмение, которое у него было, остаток, осадок, животная душа находится у него внутри. Мы говорим обычный бенуни, это даже не такой человек. Бенуни это бенуни. Он трудится в учении Тор без сомнения, но голова, вот мозг как работает. Благодаря разумная душа, это животная душа, это вида животная душа, не животная, это вида, и склепат ног. То есть, он обычный. Поэтому, когда он думает, когда он, вот мозг работает, он может работать и на Тор или не на Тор. Таше ему математика научи ему, он поймет, о чем идет речь. в чувство, там еще хуже. Там еще хуже. Мозг, когда он занят в чем-то полезно, он не занят другим. Понятно, да? Учу Тора, то не думай о глупости. У него нет времени. А чувство, ну, там намного сложнее. Он хочет спать. он хочет кушать. Он хочет пить. Он хочет это. Он не делает это, потому что додолго, как управедник. Он это хочет. Он должен контролировать, что, когда, сколько, пропускать меньше, пропускать больше. Но он это хочет, он обычный человек. Хочет поэтому и у него возникают всяких разных мыслей. Потому что, когда хочет, мысли появляются. Последний Бейнуни, который и был очень яркий человек, который пошел в Луавовича скребе, с ним очень уважали его среды. дом Рябе это было. Звали его рабича Гурвиц. Гурвиц. И кличка была Ичедр Масмед. Ичедр Масмед. Он был Бейнуни. Это было известно, что он Бейнуни. Что значит его кличка? Кличка так назвали его. Дар Масмед это значит тот, который постоянно учится. Масмед это человек, который беспереривно учится. Дар Масмед. Мечка Дар Масмед. Он был яркий, очень известный Бейнуни. Очень известный. Кроме того, он был очень серьезный человек по себе. И его послал в очень многих местах, много чего делать. Очень интересный человек он был. и я слышал это от Роберка то есть это удостоверная информация. Точно так было. Он нам рассказал, что Робича приглашали на Форбрэнген вечером. Это уже было после начала Советского Союза. Я не помню, не думаю, что это уже было в Польшу, они же эмигрировали из Советского Союза. Он жил в Польше в Риге, в Лито, тоже находился в Отводске иногда и в Польше, то есть в Варшаве. Я не знаю, какое место, но он находился в, это было подвальное помещение, где собрались хасидов на Форбрэнген. Робича пересаживал, несколько минут встал и говорит, я тут не могу сидеть. Встали и ушел. Начали уточнить, знали, что у него такие фишки, выходки никогда не было, он не капризный человек. Ты пришел, чего ты убежал? Начали уточнить, это был бордел. Был. Да. И начали пойти слух у хасидов, что он уже перешел грант. Он уже необычный бейнуни, у него есть уже чувство, как у цадик. Потому что цадик чувствует духовность, тьме и этого, а бейнуни такого чувства у него нет. И начали, Робиэль говорил нам, что это неправильно. Место пропитывает духов. Поэтому, когда мы находимся в синагогу, нас притягивают дела в синагогу. Когда мы находимся в нашем доме, наше поведение повторяется над собой. Где мы живем, там и мы притягиваемся. Робиэль знал, какие виды мыслей посещают его голову из-за его состояния. что он виноват в них. Какие мыслы, уровень мыслей, плохие мыслей могут посетить его голову? Когда он находился там, начали посетить ему такие мыслы, которые он понял, он не виноват. Это не его мысли. И он встал и ушел. Это не его мысли, не собственные мысли. Это не его. Встал и ушел. То есть, что из этого понятно? из этого понятно следующее. Мысли посещают, почему чувства животная душа есть, он их не отнимает. Он может контролировать только о чем думать. Когда посещают мысли, он может говорить отгоняю или не отгоняю. Но они божественные чувства. У праведника только божественные чувства. А у бэйну нет. Теперь почитаем чуть-чуть внутри. Ах, но маус ва ацмус, по сути, и самой божественной душой, которой являются 10 пхин ацмус, которые являются 10 атрибутов, то есть разума и чувства, ло и ла 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 млуха мшула бэргтану. Они не единственные внутри челавека. Ки им бэйтим зумоним. Инагда ани бэрут вирх. Убэйну как у цадик. Инагда этих 10 атрибутов берут вирх. Иногда, но это не по-настоящему. Когда иногда они берут вирх, например, во время читания шма и время молитвы. Когда он читает шма Исраэль, он чувствует это время. Почему он в зале вирх? Чувства в зале вирх? Потому что он чувствует вот самой мысль единая Богом, он не говорит это, а чувствует это. И когда он молится, он чувствует уединение со Всевышним. Он чувствует. Что происходит, когда он чувствует единое Богом или чувствует связь со Всевышним? Он не чувствует животная душа. Не чувствует. Тоже это легко понять? Когда мы находимся в каком-то эйфории. Допустим, наш сын в свадьбе сегодня. Находимся в эйфории. Можем не кушать целый день. Почему? Другое состояние души. Не хочется. То есть иногда сильное чувство отталкивает мелькие чувства. Поэтому его желание покушать, поспать, попить, а он не борется с этого. Ее нет. Ее нет. Почему? Есть главное чувство, которое его охватило, захватило полностью. И мозг полностью только в этом находится. Он укунулся полностью в этих чувств. поэтому у него в это время, во время читания шма или во время молитвы есть только одно. И вот здесь атрибуты божественной души, они на это время взяли верх.